Почти 85 тысяч казахстанцев оградили от влияния и пропаганды деструктивных течений в интернете, заявили в Комитете по делам религии. Между тем, все больше опасных источников уходит в онлайн-режим. В 2020 году в республике заблокированы более 5000 таких сайтов, противостоять которым пока не так просто, говорят теологи. Обратить внимание на возможности интернета и социальных сетей предложил Назарбаев еще в 2012 году. На встрече с представителями религиозных объединений и конфессий он отметил, что информационные технологии нередко используются для разобщения общества. А с этим надо бороться, укреплять духовные скрепы и использовать интернет во благо верующим. Уже через год появился портал Казыслам – единственный интернет-ресурс, пропагандирующий работу государства в сфере религии. Это информационно-познавательный сайт, рассказывающий о том, как совмещаются светская жизнь и духовная. Когда религиозные объединения, как и другие сферы, перешли на цифру, правильная постановка вопроса очень важна, говорят представители сайта. На сегодняшний день в связи с переходом секты, нетрадиционных течений в интернет-пространство, Духовное управление мусульман Казахстана, мечеть и Комитет по делам религии, а также и наш сайт, мы все ведем усиленную работу в этом направлении, регулярно проводим и опросы населения. Например, мы спросили, где вы получаете знания по религии, большинство ответило, что именно в интернете. Сейчас у каждого в руках телефон и разнообразие информации. Своебразным просветителем и воспитателем выступает интернет. Вот где простор для работы с молодым поколением, и чем популярнее сайт, тем большим уважением и вниманием он пользуется. Наш сайт знакомит пользователей с религиозными и духовными ценностями народа. В день наш портал посещает от трёх до пяти тысяч человек. В месяц – более пятидесяти тысяч. Наш портал – это диалоговая площадка для сторонников религиозной политики государства, на которой представлена информация о призыве к добру и милосердию. Свобода веры и исповедания невозможна без межэтнического согласия. Говорят в Ассамблее народа Казахстана. Если каждый этнос чувствует себя свободно, то и религию он исповедует без оглядки, уверены общественные деятели. 18 конфессий уживаются мирно потому, что есть единство и согласие более чем 130 этносов. И это нельзя не ценить. У нас и так сейчас хорошо, но хотелось, чтобы ишло лучше было. Чтобы ишло лучше, чтобы мы ценили то, что у нас сегодня есть. Не подавались на провокации, не подавались на эти вот разного рода выпады. Нет ничего ценнее согласия в обществе. Если не будет согласия в обществе, то ни одно государство не состоится. Мирное существование разных наций, разнообразие культуры, привычек, своих традиций, вместе с тем, единых интересов в преддверии 30-летия независимости, как раз и есть наше главное достижение. В этом уверены наши спикеры. Хотя у нас светское государство, вопрос религии возникает неоднократно и не раз. В свете последних событий в Афганистане, в Сирии и в других республиках вопрос межэтнического согласия, о котором говорил глава государства, все еще важен. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК 42.